Честно могу вам сказать, что для тех людей, кто совсем не знает, что мы делаем, это все будет выглядеть немножко странно, потому что я абсолютно не умею петь, в отличие от всех людей, которые сегодня здесь для вас будут петь. Я обычно рассказываю всякие истории и сказки, и народ меня знает как писателя, как криведа, которые умеют рассказывать о городах, так, чтобы это было не скучно, чтобы это было весело. И большинство историй, которые я рассказываю, это такие городские легенды, сказки и всякое такое. Ну и сегодня мы подготовили такую небольшую программу, немножечко связанную с городами, немножечко связанную... Ну и, собственно говоря, наверное, первая вещь, которую мы хотим сегодня для вас исполнить, это вещь, которая пригодится, наверное, каждому из вас в ближайшее время. Это такой настоящий учебник по собиранию кленовых листьев. У нас же осень в середине, и мы сейчас с вами в парке Филир. Здесь прекрасное место, где можно пособирать кленовые листья. Скоро все зажелтеет, закраснеется, и будет все замечательно. Ну, собственно говоря, это называется 30 способов, которые потрясли клен. Когда вы идете собирать кленовые листья, вы не знаете, куда вы идете. Вы не знали, куда шли, и решили собирать кленовые листья. Поздравляем! Ищите трамвайные рельсы, немного пройдите по ним, опасаясь серых уражек на пороге, и сверните на два часа влево. Никогда не берите первый попавшийся кленовый лист. Будьте проще, и листья к вам потянутся. Размер имеет значение, цвет имеет значение. Цен имеет значение, цвет неба тоже имеет значение. Когда вы наберете целую отхавку листьев, Вы просите ее, и начните заново. Не спрашивайте, почему, потому что важен процесс, а не результат. Большие люди всегда собирают большие листья, А маленькие, маленькие. Когда вы собираете большие листья, вы большой. А когда вы собираете маленькие листья, вы маленькие. А когда вы не собираете кленовые листья, Вас не существует. Существуйте! Собирайте! Распрасывайте! Между прочим, собирать листья гораздо лучше, Чем разбрасывать камни. Не думайте о Канаде. Ее не существует. Импровизируйте. Смысловые разрывы ерунда. Главное – листья. Но вы их выбросили? Собирайте! Разбрасывайте! Существуйте! Собранные листья нужно положить на неработающий холодильник. Забудьте про листья, положенные на холодильник. Бросим! Сегодня мы собирали листья неправильно, потому что правил еще не было. Были листья, а нас не существовало. Браво! Браво! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова и по моему замечательному соседу. Что такое Старомосковский дом, по сути, в творческой обработке? Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 Настала пора выходить Посмотрели они друг на друга Улыбнулись на прощание И поняли, что когда-нибудь еще Обязательно встретиться Метруля домой прикатил Тут его, конечно, все ругать начали Зачем скорость превышал? Зачем свет в вагонах выключал? Зачем тысячу раз про двери рассказал? Совсем себя плохо вел И поставили его в самый дальний угол депо До самого-самого совершенного погония Долго плакал Метруня Но поделать ничего не смог Вышел он на линию совсем уже взрослым И стал девочку свою искать Остепенился он Грусть в парах появилась Ездил он целыми днями И заметили люди, что на кольцевой линии Есть очень странный пузырь Потому что обычные поезда Когда они видят, что кто-то бежит с прихода Всегда перед носом двери захламнут Ну, вы знаете, и несутся дальше Ну, или когда поезд приближает станция Все так быстро происходит А метро никогда пройдется тихо-тихо И всех-всех-всех людей ждет с прихода Вдруг девочка его появится И люди тоже стали к нему вошлительно относиться Никогда на стенах не писали И где ничего не солили И даже пытались узнать Самое главное управление метро Причину грусти такого замечательного поезда Но никто ничего не мог сказать Так шли годы Ну, а что же девочка? Девочка приехала домой Ну, и, конечно же, идет тоже отруга И с тех пор она маму слушала Закончила на школу с золотой медалью Ну, собственно, как мама просила Поступила в самый-самый престижный экономический университет Тоже, как мама сказала С красным дипломом закончила И стала работать в большом-большом стеклянном банке Ну, в общем, все как у людей А тут, бац, и кризис случился Ну, банка Впрочем, словно, все пристало Пришлось ей с работу учить Сократили ее Пришлось ей машину продать Телефон, вообще мобильный Все стало грустно и печально И вот на последние деньги Она собирается поехать в центр города И пускать вот такую же работу Разбивает копилку Берет денежки и спускается вниз на станцию метро Ну, а на станции метро, вы же знаете Там висит всегда такие большие красивые объявления Уважаемые господицы, жители Новгостогия Московский метрополитет приглашает на работу Машинистов, токарь, слесарь Высокую закладную плату Мы гарантируем отпуск 35 рабочих дней Короче, увидела она это объявление И очень обрадовалась Пришла в самое главное управление метро И говорит, возьмите меня, пожалуйста, к себе на работу А я ей говорю, о, девушка, да С вашим-то образованием Да с вашим-то опытом работы Мы, к сожалению, метро вас можем только в уборщицу взять Ну, что делать? Обрадовалась она Ну, что так, в уборщице тоже ничего Выдали ей оранжевый жилет Япку, шпаку, метро И отправили первый раз за работу Ночь Депо И как раз то самое депо, где метруня жил Вот такая случайность получилась И когда метруня ее увидел Он сразу же обрадовался Парами захлопал Колесами затопал И кричит Это же я, метруня! Неужели ты меня узнаешь? А она стоит И ничего понять не может Вот она пришла на работу Ночь в метро Никого нет Депо И прыгающий поезд Что это? Потому что все на самом деле легко объяснить Когда дети маленькие Они разговаривают с предметами С животными Понимают их язык А когда вырастают Конечно же их язык забывают Но метруня ей кричала, кричала А она его совсем не понимала И когда она Она стала прислушиваться К тому, что топлый Это прекрасный творец Он топл, он топл Какой-то постраданный ритм получался Очень такой прям Похожий на какую-то музыку Но думаю, все равно никого нет Он такой классный Поезд Так вот прыгает А он скажет Это же я, метруня Это я Она начинает танцевать И она танцует под этот ритм Который ей дает поезд И вся вот эта дурацкая Немужная Взрослая Чего хочешь Путаешь, мухаешь И все это И считает Вот эти басы И тогда она Естественно Начинает понимать То, что ей говорит метруня А он говорит Так это же я Наконец-то Мы с тобой увидимся Я тебя столько лет искал Наконец-то Теперь мы Сможем кататься вместе Все будет хорошо Она говорит А ты знаешь И я тебя не помню Как это ты меня не помнишь Говорит Я не проездила Миллион раз Я видела Десять тысяч поездов Ну Слушай, а тебя когда-нибудь В детстве Ругали метруне спрашивают Нет Я всегда была Приличная девочка У меня есть Красная бедаль Золотой деклом И все что надо Слушай Ну неужели Ни разу такого не было Чтоб тебя в детстве Ну дали И тут она задумалась Задумалась И вспомнила Бросила свою тряпку Швабру Бедро Прыгнула Поезд И с тех пор По кольцевой линии Ездит Очень страшный поезд В нем Никого нет Сокремя одной Единственной Тетеньки В оранжевом Жилетике внутри И вот те люди Которые видят Этот поезд Они становятся Счастливыми Эти люди Смотрят на других людей И другие люди Тоже становятся Счастливыми Эти другие Их вечер Выходят в город И весь город Становится Счастливым Ведь это Абсолютная правда Честно Я совсем не люблю Если вы поздно вечером Спуститесь с метро На кольцевую линию Когда уже Почти заканчивается Работа Ночью Вы увидите Тот самый Единственный Поезд С тепленькой В оранжевом Швейцке внутри И вы посмотрите на них Да Это они Девочки Метро Вы посмотрите на них И будьте Счастливыми Ну вот так С днем рождения Носква Ой Нам вроде Даже хватило Время Еще Одна вещь Ой Сейчас Хорошую Такую Историю Расскажем Это План Про Город А теперь Для вас Я вижу Здесь В зале Очень много Людей Которых Я знаю Вот Есть мои Древние Друзья Есть люди Которых Я не знаю Вовсе Но В общем Вся Эта История Которую Хочу Вам Идет близко Каждому Потому Что Она Про Друзья У меня Нет друга По имени Испытания Об этом Мне сказали В интернете Нет Такого Другого И все Тут Жарко Вечно Но Зато Есть друг Которого Можно Завалиться В три Часа Ночи Честно Сказать Что Очень Хочется Всего И Сразу Помыться Пожрать Поспать Развалиться При этом На кухонном Диванчике И смотреть Как он Носится Между Плитой И Холодильником А еще Есть друг Который Всегда Серьезен И Строг Потому Что Он Велик И Начальник И Вот Ты Приходишь К нему Когда Он Болеет Он Я так Странно Если Себя Веду Наверное Температура На меня Так Чистует Интересно Вот Друг Завитая Мог бы Месси Со мной Творить Безумие Сорваться Автостопом К черту На рогах Или Устроить Такой Маленький Дикош В отдельно Взятом Пространстве Но Ведь Правда Один Мой Друг Всего Лишь Пару Дней Назавшего К Не стоит Забывать Продруга На краешке Соснания Мы не видели Сотни тысяч лет Мы разбросаны На десятки тысяч Километров Жизненных Историй Но на днях Я получила От него Привет И как-то Сразу Смотнула Что Когда Мы в прошлый Раз Встречались Вживую Соседи Решили Вызвать Милицию Вернее Уже Полицию Ну В общем Наши радости Было Слишком Тесно В этой Маленькой Квартире Для друга По имени Запятая Я подошла Ту самую Ну вот эту Но очень Нужную Хрень Обошла По полмира Ну ты же Понимаешь Я стала Думать Думать О том Вот смог бы Например Друг Запятая Стать частью Моего Внутреннего Мира Чувствовал бы Ему Например Так Как Меденец Валерий Надеюсь Ведь иногда Так бывает Вот ты прям Чувствуешь Что надо Позвонить И действительно Надо Друзья Так и Хорошее Вино Требует Выдержки Но вдруг Перепилишься С кем-то Парой Дурацких Слов И сердце Твое Спрятано Навеки Уже Не чужие Ладони Думать Запятая Каким Это был И открывая Снова И снова В страницу Акан У вас нет Друга С таким Именем Забудем Верю Познакомимся Когда-нибудь Еще Друга Спасибо вам Большое Я очень Живу Праздники Города Для меня Это самый Наверное После дня Рождения Нового года Главный Праздник Потому что Он такой Профессиональный Со мной Играл Саша Курлычкин А я Херпик Атаки Если что Отчетаны Которых Интернета Покупайте Книжки Наши Которые Мы Стоически Издаем И все Хорошо Вот Праздник Только Побольше Мороженого